Преисполнил я некоторой печалью. Чем печаль вызвана? На этом мероприятии, которое здесь у нас в течение трёх дней проходит, на некоторых сессиях приходилось слышать от очень уважаемых людей, мнение которых нельзя не принимать во внимание, приходилось слышать, что радионуклидная терапия, дескать, ухудшает прогноз лечения больных с метастазами в кости. Но что самое интересное, при попытке вступить в беседу с человеком выяснялось, что мнение это не его, а это кто-то сказал или это было мнение потому, что к ним приходили больные после стронция, и вообще это было не сейчас, это было когда-то. А люди, сидящие в зал, они это воспринимают как правило. Поэтому сегодня я хочу сказать, что это не так. И попробую показать, почему это не так. Вот что у нас есть в стране. Два препарата зарегистрированных, это хлорид стронция и самарий. Три препарата есть ещё в стадии клинических исследований, два из которых наши, отечественные, о которых я сегодня и собираюсь говорить в основном. И один из них это хлорид стронция, это зарубежный препарат. Значит, показания и противопоказания, опять же, в связи с цитнотом, я не буду на них подробно останавливаться, потому что они формально не менялись уже на протяжении длительного времени. А вот что появилось нового и что добавилось, я потом скажу. А что вот добавилось? Получается так, что известная, известная немногим. Вроде бы вот эта рекомендация, видите, она 2007 года вышла, но вот как мне вчера сказала, так сказать, уважаемая ведущая другой сессии, надо же как, есть такая рекомендация, а для кого же она написана-то? Онкологи же ее не читали. И правда, рекомендация хорошая, написана для врачей ядерной медицины, а онкологи-то ее и не читали. И вот откуда у нас получается вот это вот самое заблуждение трагическое по поводу плохого влияния радионуклидной терапии на общее течение, так сказать, метастатической болезни у пациента и вообще на сложности ведения таких пациентов. Оказывается, собственно говоря, и мы готовы под этим подписаться, и наш опыт об этом говорит, и большой зарубежный опыт говорит о том, что хлорид стронция – это препарат с довольно узким диапазоном, так сказать, своего применения. Его можно применять тогда, когда очагов менее 10. Условно эта цифра, конечно же, то есть можно выставить там какую-то цифру, 6 очагов, можно 11, это не принципиально. Но это не должно быть много очагов, и тем более это не должен быть суперскан. Поражение трубчатых костей – это уже особый знак о том, что, так сказать, угрожает мелотоксичность. Не следует применять хлорид стронция. В соседней колоночке Самарий Оксабифор – это препарат как бы другого совершенно принципа фиксации в костной ткани. Он фиксируется как фосфоновое соединение, а хлорид стронция как аналог кальция. И период полураспада у Самария – 46 часов против 50,5 суток у хлорида стронция. То есть вот эти цифры, они уже должны сразу, так сказать, о многом говорить. Болевой синдром, соответственно, который подлежит терапии, Самарием это может, по сути дела, любой, а стронциям нельзя дожидаться неумеренного, так сказать, неконтролируемого болевого синдрома. Это только на начальных этапах. И самое главное различие – это то, что от стронция действительно можно ожидать плохо предсказуемую и плохо контролируемую милосупрессию. Это то, о чём действительно люди говорят, но, к сожалению, они обобщают все радиофармпрепараты, так сказать, под одну гребёнку. Вот, собственно, хлорид стронции. Я сказал о нём. Сейчас буквально всем, наверное, препарат известен, но он очень удобен. Вот я специально написал в колонке не преимущество препарата, а удобство использования, потому что преимущества терапевтических я пока не нашёл в нём. Удобство применения – да, безусловно, вне всяких сомнений. Конечно же, где вы найдёте ещё радиофармпрепарат терапевтический, уже по-моему, месяц можно было бы хранить. Но, господа, вы же померяйте потом, через месяц хранения, сколько там от него осталось. Это будет совсем не то, что на начальном этапе. Перевозить – да, удобно. Гамма-излучения – нет, хранить тоже удобно. Но и вы не получите никакого изображения на гаммокамере, используя этот препарат. Ну, о недостатках я сказал. Вот здесь вот картинки представлены. Значит, когда можно использовать препарат и когда нельзя, но вот в красную рамочку – это вот то, где уже точно нельзя использовать хлорид стронция. А поначалу, если вы помните, как всё было-то, больного лечили-лечили, зашли в тупик, а у нас ещё вот там есть стронция, давай введём. И вот, как правило, это были вот такие вот пациенты. И у всех вот в головах запомнилось это, что это всё плохо кончается. Самарий, пожалуйста, вот его преимущество. Быстрое действие, возможность визуализации, наличие терраностик пары. Пожалуйста, вот на этой картинке, как говорится, найди 12 отличий, в общем-то и не найдёшь. Потому что, на самом деле, носитель одинаковый. Это технец и оксабифор, и Самарий оксабифор, оксабифор кислота, и там одинаковый носитель. Значит, хорошо прогнозируемая мелотоксичность, но проблемы. Короткий, слишком короткий период годности, сложно возить. И цена, я вот специально написал, необъяснимо высокая цена, потому что никакой логике это не подвергается вообще, вот такая цена, которая у него выставлена. Радий. Препарат не наш, сразу скажу. Но, конечно же, это сейчас в мире он такой как бы в топе в абсолютном, потому что все про него пишут, все про него говорят. Единственный препарат с доказанным влиянием на выживаемость. К сожалению, сейчас, ну не то, что, может, к счастью, может, к сожалению, это пока зарегистрировано только для рака предстательной железы, но, по сути дела, для всех остеобластических метастазов это будет всё примерно одно и то же. Значит, экстремально высокая цена, и то, что этот препарат не наш, это, в общем-то, такие минусы, которые могут, вообще говоря, перечеркнуть и все плюсы. Что мы противопоставляем, так сказать, сложившейся ситуации? Это вот эта самая новая, как сказать, генерация, что ли, препаратов, основанных на генераторах, вот специально, так сказать, игра слов. Почему? Возможно, здесь будет то же самое, что в радионуклидной диагностике, когда появились генераторы технеции, и всё изменилось, произошла революция. Возможно, такая же революция будет и в терапии, когда появятся генераторы рения. Здесь прекрасно понимаете, что генератор стоит в клинике, возить не надо, экономические преимущества, транспортные преимущества. У самого рения 17 часов период полураспада, это всё-таки делает его безопасным, в то время как энергия бета-частиц достаточно мощная, что делает его эффективным. Гамма-излучение есть, можно получать изображение, ну а сам материнский радионуклид 69 суток, соответственно, он может достаточно долго стоять в клинике. И большой-большой спектр препаратов, которые можно на основе рения получать непосредственно в клинике, вот они здесь вот в рамочке представлены. Мы провели два исследования с этими двумя отечественными препаратами. Это рений-ОЭДФ-фосфорен, это была разная группа больных с метастазами в кости. Вот здесь представлена эта группа. За неимением времени очень подробно не буду характеризовать это исследование. Что достаточно показать? В общем-то препарат работает и работает примерно так же, как зарубежный аналог рения ЭЧДП. То есть можно говорить, что мы создали свой подобный хороший препарат, которому действительно найдется хорошее место в нынешнем ряду тех радиофарм препаратов, какие есть. И я думаю, что это решит те транспортные, логистические проблемы, о которых я говорил. А вот особое достижение, это действительно особое достижение не только в российском масштабе, в мировом масштабе. Это может быть кому-то трудно в это поверить, но действительно это препарат, аналога которому нет в мире сейчас. Потому что это залидроновая кислота, взятая за основу, она же и как терапевтический агент, и она же как транспортный агент. В нее встроен, так сказать, рений 188-й, и у нас получается совершенно уникальное вещество. И по этому препарату у нас значительно больше исследований, значительно больше больных проведено. Прошу прощения, ввиду недостатка времени, то есть это нужно целую, так сказать, отдельную презентацию только об этом исследовании, только об этом препарате говорить. Но на сегодняшний день я бы так сказал, что это из имеющихся на нашем рынке отечественных препаратов, безусловно, на сегодня это лидер. И, возможно, это такой же по эффективности, но эта эффективность будет достигаться иным путем, как и хлорид стронция. То есть совершенно разные пути достижения высокой эффективности. Что присуще зеледроновой кислоте с рением? Это то, что очень высокий градиент между очагами поражения и здоровой костью. То есть таким образом достигается низкая нелотоксичность этого препарата и высокое воздействие на очаги. То, о чём я уже говорил, уникальнейшие свойства – это сочетание химического воздействия зеледроновой кислоты, как самого мощного из известных на сегодня бисфосфонатов, и самого мощного препарата из известных бета-излучателей. Это всё в этом препарате. И буквально несколько слов, раз уж мы говорим о разработках, не только о препаратах и о методиках. Значит, известно, что какие пациенты лучше отвечают. Вот если кто-то будет набирать себе таких пациентов, начинайте тогда с больных раком молочной и предстательной железы. Начинайте с того, чтобы это было не слишком много. Не надо начинать терапию, когда уже, так сказать, все исчерпанные методы. Надо начинать, когда очагов, ну, как минимум, хотя бы меньше 20. Не ждите неконтролируемого болевого синдрома, потому что вот эта вот безмерная цитокиновая атака на все органы и ткани, она, в общем-то, не позволит полноценно сработать радионуклидной терапией. Очень хорошо себя показали, опять же, это нужно делать специальную презентацию, вот эти сочетанные комбинированные методы. Прекрасно себя работает с радионуклидной терапией, с дистанционной лучевой терапией, с вертебропластикой, с другими агентами, и с химиотерапией. И вот один слайд, по сути дела, им можно было бы начать, и им можно было бы закончить. Вот что сейчас мы имеем вообще, как бы сказать, вот в этом информационном пространстве, в этой теме. То есть произошла эволюция, мы видим эту эволюцию, она не произошла, она происходит сейчас. Мы видим, вот что было, когда начиналась терапия радиофармпрепаратами. То есть это вот те идеи, которые еще есть, вот опять же, в головах тех, кто сам не занимался, только вот видел нехорошие последствия. То есть никто не различал между собой радиофармпрепараты. Их применяли только при манифестирующем болевом синдроме, в виде монотерапии, однократные введения. Что сейчас? Мы же четко увидели различия разных препаратов между собой. Мы научились подбирать правильно их индивидуально под каждого пациента. Сочетанные комбинированные методы. Повторные введения способны сейчас уже создать модель радиометаболической терапии, которая придет к улучшению выживания пациентов. Ну а будущее, я о нем чуть-чуть сказал, это генераторные препараты, новые схемы. И совсем-совсем новое, это новые мишени, туморотропные агенты и трансмембранные транспортеры. Значит, вот как выглядят эти новые задачи. Это переход от противоболевой терапии к стабилизации патологического процесса и увеличение продолжительности жизни. Спасибо большое. Большое спасибо, Валерий Васильевич. Очень познавательное сообщение. Кому угодно задать вопросы из зала. Пожалуйста. Синилкин, Иван Геннадьевич, Томск. Валерий Васильевич, я сейчас не могу сказать, что вы говорите, что трансмиссия нельзя учиться в ТОМСК. У меня есть практический опыт лечения данных пациентов до 8 лет. Пациенты с суперсканом. Но это касается только рака предстательной железы. Ничего другого не могу сказать. Наверное, бывают исключения. Наверное. То есть есть большой опыт зарубежный. И есть наш опыт, который шел у нас как в рутинной работе, так и во время клинических исследований. Значит, если тут что, вот какой важный момент. Вот согласитесь, что не каждый доктор перед тем, как ввести препарат пациенту, в радиометр поставит шприц. Потому что часто бывает, что вот налит во флакон препарат, у него есть срок годности? Прочитали, есть, набрали. Я просто это знаю. Ну да, я сама часть согласен. И тогда, господа, а мы же ввели-то не 150 МБК. Прошу прощения. Я стараюсь использовать трон в течение двух недель, которые он... Вот это важный момент. Но всегда можно найти исключение. Вот прошу прощения, я просто боюсь. Вот вижу, что времени не хватает. Вот может быть ответом на ваш вопрос, знаете, что будет? Мы сейчас ведем интереснейшее исследование. Оно такое пионерское. Его вообще, по-моему, никто еще не проводил. Касается оно больных раком щитовидной железы, которые многократно получают радио-йод-терапию по поводу метастатического рака. Значит, исследуем хромосомные аберрации у людей, многократно получающих. Представляете, что это такое? Значит, в качестве контроля взяли сотрудников, у которых нет рака щитовидной железы, которые не принимают радио-йод-терапию, но они фасуют йод. Другие люди не фасуют йод. И у тех, и у других взяли кровь. Хромосомные аберрации, оказывается, не привязаны абсолютно линейно, прямолинейно к той активности или к той дозе, которую человек получит. Оказалось, что есть у людей индивидуальные особенности. Мы видим, человек фасует йод, он очевидно, у него, так сказать, дозиме показывает, что он просто, так сказать, купается в этом йоде, у него хромосомных аберраций меньше, чем у человека, который вообще с йодом не контактирует. Понимаете? И с больными то же самое. Мы видим, что человек употребил несколько раз по 100 миликюри, она потом забеременела, родила, потом вернулась к этой терапии, понимаешь? И хромосомных аберраций меньше, чем у человека, который один раз выпил йод на аблацию. Понимаете? И может, у вас такой человек попался какой-то вот уникальный? Но у меня не один, у меня вот на скидку человек 10, которых от 8 до 5-6 лет. Тогда это есть смысл опубликовать. Очень интересная вещь, которая, она немножко, так сказать, в разрез идет с общими, как бы с большими, так сказать, большими цифрами. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Ильфий Дмитриевич. Потому что мы тоже имеем 18-летний опыт использования стронция в радиотерапии. И наш опыт говорит о том, что и Валерий Васильевич, и Иван Геннадьевич абсолютно правы. Это дело касается суперскана при раке предстательной железы, раз, и при контролируемом болевом синдроме, два. Вот ответ и на ваш вопрос, и подтверждение правоты. А Международное атомное агентство, оно выдает стандартизацию некую, у которой, естественно, есть флюктуация, естественно, есть исключение из правил. Или, скажем так, исключение из порядкового ряда, который задан. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое.